Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 21 декабря 2022 года и у нас не без приключений, как обычно. Вчера вечером, слава Богу, что я не уснула, услышала грохот. Сначала не поняла, откуда такой грохот, такой звук, что-то упало, не вижу что. И вдруг вижу вот этого красавчика, маленького птенчика, которому месяц и неделя вылетает откуда-то, вылетает и прилетает прямо на клетку нашего Татоши. Оказывается, Твикса, как и Татоша в этом же возрасте, вот эту кормушку вывернул, уронил на пол и вылетел из клетки с родителями. Но вечер было дело позднее, я уже испугалась, что не дай Бог, что-то такое произойдет. Я усну, и наш птенчик окажется в лапках наших собачек, у нас в этой комнате собачки живут. Посадила в Татошкину клетку. Что бы вы думали, Татоша стала охранять свою клеточку. Твиксочка, иди сюда. Твиксочка еще пока не боится, не кусается. Твиксочку можно и вот так поснимать. Единственное, что Твиксочка летает. Татоша стала обижать Твиксу, кусать, гонять по всей клеточке. И в результате я долго наблюдала, думала, что может быть все-таки Твиксу надо отсадить обратно. Но решила оставить так, как есть. Да господи, ну как только мне видео снимать, щеночки у нас играют. Две пушистые сестренки друг друга так кусают. Одним словом, теперь у нас вот такая вот парочка. Сегодня уже, смотрю, Твикса дает сдачи Татошке. Уже может за себя постоять. Плохо получается снимать видео напротив окна. Но вот такие, значит, у нас такой прогресс. Когда уже Татоша и Твикса оказались в одной клеточке вместе, я заметила, какая между ними разница. Татоша у нас очень-очень светленькая, без каких-либо даже вот пятен. У Твикса животик прямо вот в папу пошел. Много-много такого нежно-голубого. И на крыле вот тут вот еще пятно. И на крыльях какие-то вот такие вот рябушки такие вот идут. То есть по окрасу они у нас отличаются. Но у нас еще подрастает третий птенчик от Тиночки Теслы. Поэтому я их всех называю на буковку Т, потому что это дети Тино и Теслы. И тоже такого желтенького окраса, вроде бы так лимонного, как вот Тино. Но вот видите, у всех есть разница между собой в окрасе. Замечательно наша Твиксочка вот порхает. Так, я боюсь, надо закрывать тут клетки. Я-то, если она у меня улетит в комнату к собачкам, то будет опасно. Пока ты Твикса не боишься и не кусаешься, дай я тебе покажу, какая ты красивая птичка. Поближе тебя вот так. Пока птенчик маленький ничего не боится. Я думаю, что Твикса у нас тоже девочка. У нее коричневый клювик и такая лосковица. Ну-ка, давай-ка мы сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, посветлее. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Нет, выбирается. Ну, в общем, вот какие-то такие новости на сегодняшний день. Я, в принципе, конечно, удивлена. Мамка, Тина, как всегда, они уже опять спариваются с Тесликом. Сейчас так как только выйдет птенчик из гнезда последний, убираю гнездо. Потому что это уже вот два поколения в этом сезоне достаточно. Мне уже этих попугайчиков девать некуда. Продавать их не хочу, потому что это наши первые птенчики, рожденные в нашем питомнике от наших птичек. И я хочу их, конечно же, оставить себе, потому что это действительно чудо-чудо природы. Как от наших попугайчиков появляется вот такое сказочное потомство. Плюс, посмотрите, какая вот птичка, если сейчас с ней заниматься и постоянно брать на руки, какая она ручная и ничего не боится. Не агрессивничает на меня. Вот. Так что, на случай чего клетки у меня еще есть большие, ну, а если все-таки я думаю, что... Вообще-то, я думала, что Татошеньке станет повеселее, когда у нее будет компания. Одна Татоша тут вытворяет такие чудеса на этих своих игрушках. Прыгает, крутится, вертится. Просто как в цирке, акробатические какие-то фокусы вытворяет. Ну, вот вчера очень агрессивно отнеслась к Твикси. Сегодня вроде поспокойнее. Будем надеяться, что они подружатся, и будет у них веселая стайка. И потом еще третий к ним птенчик подселится на фотоаппарат. Прилетела у меня птичка. Да, села на качельке. Вот. Поют мне птички песенки, да. Певцы такие. Теслик там что-то рассказывает Тиночке. Вот такой пивон у нас. Певец. Певица. Твикса, я думаю, девочка. У нее очень темный клювик и розовенькая такая восковица. От окна снимать неудобно. В этой комнате собаки я, в принципе, не очень подготовилась к этой видеосъемке. Надо было подсветочку поближе поставить. Но я очень спешила поделиться с вами вот такими радостными новостями на сегодняшний день. На этом я с вами, дорогие друзья, буду прощаться. Всем пока-пока и до новых встреч.